Я сейчас вам постараюсь рассказать, а потом очень важно, мне будет очень приятно, если вы позадаете вопросы на эту тематику, постараюсь вам рассказать о фреймворке, задачей которого является как раз бороться с лидерской, преодолевать лидерскую беспомощность у менеджеров и достигать цели компании. То есть задача его, этого фреймворка, перевести лидерство из формата лидерства на броневичке в формат рациональной технологии, которая направлена на постановку целей и на достижение целей. Кратенько, о чем мы сегодня поговорим, так чтобы была какая-то структура, на которую можно опираться. Потратим на это 40-45 минут времени и потом вопросы-ответы. С чем же борется БУФ, Business Operational Opportunity Framework? Первое, это разрыв между стратегией и тактикой. Очень часто стратегия компании остается в PowerPoint, ее написали, защитили, она благополучно пылится на полочке. Тактические действия, операционные действия всех сотрудников имеют очень большой гэп и большую дистанцию от этой стратегии. И сотрудники работают в формате «есть задачи, нет цели», то есть не приходя в сознание, выполняют какие-то задачи. Соответствующим образом у сотрудников формируется страх перед амбициозными целями, дальше противоречия между командами, слабая исполнительская дисциплина, неразвита культура адаптивности действий и, как итог всего, низкая вовлеченность людей и отток талантов из компании. Как работает БУФ? По сути, БУФ – это структурированный формат бизнес-мышления, в центре которого общая цель и клиент. В основе концепция пятиясностей, их сформулировал давным-давно Суньзы, мы его немножко адаптировали под текущую действительность. И технологии исследования, реализации возможностей. Двигатель – это раскрытие талантов людей, то есть люди все знают, все умеют, просто им нужно помочь раскрыть их таланты в виде каких-то технологий, в виде шагов, в виде понятных действий, что от них ожидается и что они должны сделать. Есть такое выражение, вернее комбинация двух выражений, что масштаб личности определяется масштабом вопросов, которыми задается человек и объемом правды, которые он готов выдержать в ответах. То есть мы все мыслим вопросами, об этом еще давно сказал Сократ, и человек, да, он может найти ответы на любые вопросы, но он не умеет их себе задавать. В рамках БУФа мы помогаем людям с помощью такого экзоскелета вопросов на разных этапах научиться мыслить, мыслить в формате возможностей, находить ответы и не бояться правды, которая есть в этих ответах. Есть в принципе там три уровня контроля, да, то есть когда мы строим компанию, контроль может быть за контролем процесса, контролем результата. Самая высшая форма контроля – это контроль того, как человек формирует картину мира и как он принимает решения, по сути дела. И это одна из самых эффективных форм контроля, поскольку если вы понимаете, каким образом ваши сотрудники формируют свою картину мира и как они принимают решения, и вы имеете влияние именно на этот процесс формирования и картины мира, ваш контроль, он самый эффективный. Что же такое пять ясностей и какие есть инструменты реализации этих пяти ясностей? То есть Сунзи говорил так, что если вы дадите в любой организации, но он апеллировал к стране как сущности, но это касается и любой формы организации. Если вы даете людям ясность цели, ясность пути, ясность правил, ясность поощрения наказаний, и ясность примеров для подражания – это и есть основа построения рационального менеджмента. То есть если вы человеку дали все эти пять ясностей, он и он эти ясности принял, то его деятельность будет очень эффективной. К каждой из этих ясностей мы постарались найти и реализовать определенные инструменты. То есть допустим, ясности цели – это общая цель, дерево целей. Дальше по каждому из этих инструментов я вкратце пройдусь. Понятно, глубоко нырнуть не получится, но вкратце я о них расскажу. Ясность пути – это токсический план, ну и так далее. То есть каждый из этих инструментов представляет из себя определенную технологию, то есть это пошаговое действие, выполняя которое… Что такое технология? Технология – это что-то, что ты делаешь одно и то же с надеждой на понятный результат. Очень важный момент в рамках фреймворка – это понятие цели и ее отличие от задач. То есть есть три признака цели. Первое – это в момент постановки непонятно, как ее достичь. Второе – достижение существенно изменит реальность, окружающую действительность. И третье – эта цель содержит запредельный персональный вызов. Если все три пункта выполняются, значит это цель. Если какой-то из этих пунктов не выполняется, значит это задача. Фреймворк работает с целями. То есть он работает с вещами, которые вы не понимаете, как вам их достигать, когда вы их поставили. Но вы понимаете, что если вы их достигнете, то все вокруг изменится существенно. И для вас это содержит запредельный персональный вызов. И исходя из вот этого определения целей, появляются такие два горизонта. Это горизонт изменений и горизонт возможного. Тут есть одна ось – это неопределенность в том, как достигать цель. Второе – как достижение цели изменит жизнь. И появляется горизонт изменений. То есть до этого горизонта вы понимаете, что достижение того, что вы себе спланировали, оно изменит жизнь, но несущественно. И горизонт возможного. То есть все, что вы достигаете до горизонта возможного, оно в принципе все понятно. Все, что за пределами, это непонятно. Если вы посмотрите в правый верхний квадрант, все, что находится за пределами горизонта изменения и горизонта возможного, вот как раз там и находится мир лидеров и стратегии. Почему? Потому что вы не понимаете, как это достигать. Для того, чтобы это достигнуть, нужна стратегия, а для того, чтобы сформулировать и реализовать стратегию, вам нужен лидер. Все, что касается тех вещей, тех задач, которые вам понятно, как достигать, вы делаете то же самое, что вы делали вчера. Реализация этих задач изменит окружающую действительность несущественно. Это мир менеджеров и списков задач. Это не значит, что один мир плохой, один мир хороший. Это просто два разных мира. И в нем существуют совершенно разные инструменты, как в этих мирах можно быть успешным. Очень важно понимать, что сам фреймворк и его технологии, они не конкурируют ни с одним из существующих фреймворков по стратегированию. По сути дела, то, что нужно, у компании может быть любой свой фреймворк, в котором она составляет свою стратегию. Их достаточно много сейчас. Технология формирования дерева целей, она нужна только лишь для того, чтобы вытащить из той стратегии, которая сформирована в компанию, необходимый контент для формирования дерева целей. Чем очень часто грешат стратегии компаний? Они написаны в форме действий, но там нет целевых состояний. К чему же хочет прийти компания? Какой она будет в финальной точке? К чему она стремится? Как формируется общая цель и дерево целей? Есть несколько шагов, шесть шагов по формированию общей цели и дерева целей. Первое – это извлечь из результата процесса стратегирование необходимые данные. Если этих результатов нет, то тогда внутри этого фреймворка есть технология исследования в местах создания ценностей для клиентов. То есть вы путем описанной технологии исследуете ту ценность, которую вы создаете по тем стримам, которые у вас в компании есть. В результате вы сможете сформировать как общую цель компании, которая объединит в себе, я покажу дальше примеры, которая объединит в себе все остальные цели, так и декомпозировать эту цель на компоненты. Дальше идет структурирование результатов, проверка дерева целей на клиента ориентированность. Два слова, зачем это нужно. Очень простой тест. Вы можете взять набор KPI, которые у вас есть в компании, или набор целей, которые у вас есть в компании, и оценить их по следующему параметру. Первое – это KPI, которые отражают вещи, которые важны для менеджмента, и KPI, которые отражают вещи, которые важны для клиента. Очень часто это соотношение, в лучшем случае, 80% в пользу KPI, которые важны для менеджмента, и 20%, которые важны для клиента. Как бы компания не заявляла, что клиент – наше все, клиент в нашей миссии, из того опыта, с чем я сталкивался, я буду очень рад, если это в вашем кейсе не так, но получается, мы фокусируемся на тех вещах, которые важны для менеджмента, но очень слабо фокусируемся на KPI, которые реально важны для нашего клиента. И там сам завершающий момент – это момент адаптации дерева целей. Очень важно помнить, что оно не залито в цемент, что это не то, что является неизменным. Дерево целей – это та вещь, которая постоянно проходит челлендж, постоянно проходит проверку, насколько оно актуально, насколько оно соответствует достижению той общей цели, которую мы сформулировали. И формируется процесс адаптации этого дерева целей под текущую реальность и под то, что мы получили при его достижении. Как же формируются технологии формирования общей цели и дерева целей? Первое – происходят полевые исследования, потом происходит структурирование и исследование по стримам, формирование и согласование общей цели, формирование дерева целей по стримам, проверка дерева целей на клиентоориентированность и определение регламента пересмотра дерева целей. Вот такой пример рабочей формы. Вся методология достаточно просто реализуется. Она реализована в нескольких экселевских шаблонах, которые не требуют больших инвестиционных затрат, они требуют больше затрат времени и дедикейшн к тому, чтобы это достичь. Как здесь взят один из шаблонов по продажам, sales machine. То есть происходит анализ конкурентов и нас в следующих разрезах. Это преимущество и нежелательное явление в доступности нашей системы продаж, в операционной эффективности и в нежелательных явлениях. В доступности и операционной эффективности по конкурентам и по нам. Точно так же есть, помимо sales machine, есть еще 8 стримов, которых мы анализируем себя и анализируем конкурентов. Исходя из этого анализа, формируются замыслы и дерзкие идеи, которые мы хотим реализовать, и из них получаются цели. Что там? Суть дерева целей. То есть дерево целей – это портрет компании, которой мы хотим стать. То есть к чему мы хотим прийти в очень понятных измерениях. То есть это описана та победа, то наше состояние, которое мы достигнем, когда дойдем до нашей цели. Есть два понятия в дереве цели. Это вертикальная декомпозиция и горизонтальная. Вертикальная – это очень просто. Есть, допустим, три примера. Прибыль, NPS и NPS-E. То есть мы декомпозируем профит до тех компонентов, которые нам позволят достичь необходимый уровень прибыльности. Прекращаем декомпозировать, когда цель становится задачей. Помним то определение, которое было в самом начале. Ни одна из вот этих вот декомпозированных субцелей, персональных целей не может быть за пределами общей цели. То есть все должно быть связано. И для всех целей можно определить влияние на общую цель. То есть каждый из этих квадратиков можно четко описать, как он повлияет на цель верхнего уровня. Вот, допустим, пример общей цели. Это максимальная прибыль от приверженных клиентов усилиями приверженных команд под руководством лидеров, раскрывающих потенциал людей. Это общая цель, в составе компоненты которой очень четко меряются. Можно померить, в каком состоянии мы находимся сейчас, к чему мы хотим прийти и на что это раскладывается, на какие субцели его можно разложить для того, чтобы это достигнуть. Еще один пример общей цели – это занять монопольное положение. То есть это существует одна из идей следующего рода, что если бизнес не является ремесленничеством, то его конечной целью должно быть занять монопольное положение в том сегменте, в котором он работает. По логетам этой идеи является Peter Thiel. Если честно, она мне очень близка, эта штука. То есть компания… Все говорят о том, что да, конкуренция – это важно, но компания должна стремиться к доминированию, к доминированию в отрасли. И это одна из самых амбициозных целей, которые компания может поставить для себя. Дальше, когда у вас готово дерево целей, появляется следующий шаг – это ясность пути, как вы будете эту цель достигать, эти субцели достигать. Это тактический план сотрудника. Здесь есть несколько моментов идеологических. Первое – это база для конструктивного процесса тактического планирования в команде. То есть сотрудник сам готовит свой тактический план. План состоит из нескольких разделов, двумя шагами в каждом разделе. Первый шаг – подготовительные вопросы. Второй – основная задача раздела. То есть для того, чтобы человек мог выполнить основную задачу раздела, ему даются вопросы, человек все сам знает. Все сотрудники знают все о своей деятельности. Просто люди в большей части не могут задавать себе правильные вопросы. Для них сформированы вопросы по каждому из разделов. Формируется так называемое облако смыслов. И пока человек отвечает на эти вопросы, собирает на них ответы, он может выполнить основную задачу раздела. В конечном итоге, пройдя все разделы подготовительные, он приходит к завершающему, в котором формирует план своих действий по достижению непосредственно цели. Очень часто, когда человеку ставят цель, он сразу переходит к формированию плана. Этот план получается немного скомканным, потому что он не исследовал до конца цель. То есть, по сути дела, этот инструмент, тактический план, он позволяет с помощью декомпозиции целей, с помощью того, чтобы на цель смотреть под разными углами, я дальше покажу, как это выглядит, он позволяет ему сформировать достаточно понятий и смыслов, чтобы те действия, которые он сформировал, они были осознаны. Как выглядит тактический план и на какие стадии он делится? Первое. С каким злом мы боремся, достигая цель? Очень часто человек получил цель, и он не понимает, что он преодолевает, что есть такого, что должно быть изменено в текущей деятельности, для чего, собственно говоря, эта цель. Вот просто взяли и начали делать. Очень важно понять, что нам мешает, с чем мы боремся. Когда мы понимаем, с чем мы боремся, мы очень четко можем для себя ответить на вопрос, кто выиграет от достижения цели, кто является клиентом этой цели, по сути дела. И как, даже если клиентом этой цели является внутренний клиент или еще более глубже слои, все равно мы можем от этого внутреннего клиента потом перейти к основному клиенту компании. То есть понять, каким образом достижение этой цели поможет в конечном итоге конечному клиенту компании, основному клиенту компании, чем оно ему может быть полезно. Дальше сотрудник должен ответить на два вопроса. Первый. Почему эта цель важна персонально для него? И здесь придется и сотруднику, и его руководителю покопаться в себе. И второе. Почему она важна для компании? Без ответа на эти вопросы переходить к дальнейшему планированию своих действий, по моему глубокому убеждению, бессмысленно. То есть если человек не понимает, почему именно для него персонально важно достичь эту цель, нужно либо эту цель, чтобы достигал другой сотрудник, либо сам сотрудник, чтобы крепко подумал, почему для него это важно. Потому что иначе для него это превратится, собственно говоря, в пытку. Дальше сотрудник анализирует, какие есть препятствия перед достижением этой цели, и как он будет преодолевать эти препятствия. То есть те шаги, которые он сделает по преодолению препятствий. Следующий шаг – это тренды и факторы успеха и гипотезы, которые он выдвигает для достижения этой цели. И финальные два шага – это, собственно говоря, действия и критерии успеха действий, то есть метрики. Если кто-то сталкивался с таким фреймворком, как ОКР, который был сформулирован в Гугле, и который достаточно плотно используется в IT, то здесь он может увидеть достаточно большое сходство. ОКР – это Objective и Key Results. То есть цель и каким образом эта цель измеряется, к чему мы хотим прийти. То есть, по сути дела, вот этот инструмент ОКР применяется в большей части в IT-среде, если применяется успешно. И он подразумевает, что человек может вот эти все шаги от первого до последнего постоянно крутить в голове, постоянно формулировать гипотезы, постоянно анализировать. Но, к сожалению, в нашей управленческой культуре достаточно небольшое количество людей это может сделать. Мы попробовали сделать такой мостик, то есть попробовали сделать такие подпорки, такой экзоскелет для того, чтобы люди могли это достаточно свободно в своей деятельности применять. Как это выглядит? Вот здесь показаны экселевские шаблоны, как это на практике реализуется. Вот здесь в передней части экрана вы видите результаты различных стадий. Стадия 7, почему мы достигнем успеха. Факторы успеха. План действий. План действий, он уже реализован. Пишутся действия, пишутся союзники, противники, пишутся индикаторы, критерии успеха. Есть проверка этих индикаторов. На этапе внедрения столкнулись с тем, что очень людям сложно было правильно сформулировать вот этот definition of done. Предложили очень простой тест. Вот на втором шаге определяется клиент. Представьте, что вы клиенту, которого вы определили, что он выиграет от достижения цели, вы покажете вот этот шаг и этот definition of done. И представьте, что он вам скажет. Он ему будет полезен или не полезен. Поставьте сами оценку. То есть за эту оценку там никто ругать не будет. Это просто оценка для самопроверки. И вот в результате такого достаточно простого шага люди очень легко смогли переформулировать вот эти definition of done так, чтобы они были ценными для тех клиентов, ради которых они стараются. Что получается в результате? Когда человек сформировал вот этот вот тактический план своих действий, получается следующая штука. Это основа для его общения с его руководителем. Если обычно это выглядит так, скажу о продажах, которые мне достаточно близки. Разговор руководителя и сотрудника выглядит так. Ты не выполнил план на столько-то процентов. Ты нехороший человек. Он говорит, ну нет, я считаю, что я хороший человек. Оно звучит в других словах, но структура разговора примерно такая. Наличие дерева целей и наличие вот такого операционно-тактического плана по достижению каждой из целей, оно позволяет вот этот вот диалог перевести в конструктивное русло и понять, что было запланировано, что было сделано, что было не сделано, что пошло не так, что нужно изменить для того, чтобы цель, которая была поставлена, она была все-таки достигнута. Даже в чем преимущество этого инструмента? В том, что его не нужно делать сразу идеальным. Даже если он будет сделан на начальном этапе, в урезанном варианте, если он будет проработан не до мельчайших деталей, это будет все равно лучше, чем то, что сотрудник действовал без него, действовал достаточно хаотично и неупорядочен. В идеологию всей методики заложено какое-то правило маленьких шагов. Каждый день нужно улучшаться, улучшаться совсем на чуть-чуть. И этот операционно-тактический план, который здесь представлен, и само дерево целей, оно подразумевает, что вы каждый день будете его улучшать в зависимости от той обратной связи, которую вы получили при его реализации и внедрении. Дальше, понятное дело, там все спланировали, все хорошо. Дальше идет речь о том, чтобы это заэкзекьютить, чтобы оно дошло до реализации. В рамках фреймворка предлагается два разреза – публичный, индивидуальный контроль. Публичный контроль, в чем его прелесть? В том, что при публичном контроле людям банально стыдно, банально стыдно постоянно каждый раз говорить о том, что он что-то не сделал. То есть, если это публичный контроль в рамках команды, то человек рано или поздно, его племенное чувство, оно его толкает вперед. Как оно реализовано? Самый лучший инструмент, который есть, – это Kanban-доска. Она немножко была модифицирована для того, чтобы реализовать ее в рамках фреймворка. Как она выглядит? Вниз идут сотрудники, дальше идет сток – это то, что запас задач, которые у вас есть, которые сюда попадают из дерева целей. Дальше идут две недели ближайшие для планирования этих задач, что вы планируете сделать каждые две недели. Дальше идет то, что вы сделали, и раздел с целями, которые у вас стоят на текущий период. Вот так выглядит моя Kanban-доска, которая реализована в рамках этого фреймворка. Все люди, которые есть в команде, собираются вокруг этой доски. Собрание происходит, их несколько типов есть. Есть собрание еженедельное, когда каждый рассказывает о том, что он сделал за неделю. У каждого есть 5-7 минут достаточно быстро рассказать, что он собирался сделать и что он сделал. Есть собрания ежедневные. Они нужны для чего? Для того, чтобы каждый человек… Оно проходит очень быстро. Это очень быстрое собрание, в котором у человека есть одна минута сказать, что он планирует сделать сегодня. Это его обещание, что он планирует сделать сегодня для того, чтобы достигнуть цели, которые стоят перед ним. Он ни о чем не отчитывается, просто говорит о своих планах. Раз в неделю он говорит о том, что он сделал. Из моего опыта применения этого инструмента, в начале, когда он начинает применяться, достаточно неравномерное распределение задач, у кого-то больше, у кого-то меньше. Через 2-3 месяца применения все становится достаточно равномерно. Люди начинают на себя брать задачи, потому что они видят, что кто-то рассказывает о задачах, о достижениях. Они стоят ни о чем не рассказывают или рассказывают о том, как у них что-то не получилось. То есть это такое, как самонаводящаяся ракета и самодисциплинирующий инструмент для людей. Что дает БУФ? Есть четкий портрет компании, которой мы хотим стать. Это дерево целей. Это то состояние, в которое мы хотим прийти. Всем понятно, что делать для того, чтобы стать такой компанией. У каждой цели, в дереве целей есть хозяин, есть фамилия, которая за это отвечает. Все персональные и личные цели связаны с общей целью. Что важно, обеспечивается регулярный контроль прогресса и анализ результативности каждого человека. Проявляются слабые звенья системы управления. То есть сразу видно, кто пасует и кто... Поскольку все эти вещи публичные, процессы публичные, сразу видно, кто отлынивает. И происходит вовлечение каждого сотрудника. Ну или не вовлечение, тогда он просто... Он начинает выпадать из процесса. Здесь приведены отзывы пользователей, которые... компаний, которых проходило внедрение этой методики, этого фреймворка. Но основной месседж такой, что людям стало понятно, кто чем занимается, какое влияние, каким образом достаточно амбициозные цели перевести в понятные действия. Люди перестали бояться вот этих больших, таких запредельных, очень амбициозных целей. стали понимать, как от цели перейти к конкретным шагам, как сделать так, чтобы все понимали, кто что делает. Ну вот такой, в принципе, эффект достигается. Ну вот, наверное, завершить одно из таких моих любимых выражений, оно тоже принадлежит Суньзы, это то, что стратегия без тактики это самый медленный путь победы, а тактика без стратегии это просто суета перед поражением. То есть, вот фреймворк, о котором я постарался рассказать, он как раз и реализует вот эти вещи. Первое, это то, к чему мы хотим прийти и то, как мы хотим это сделать. Это первые две ясности, оставшиеся там три ясности, они тоже реализованы для того, чтобы о них рассказать, если будет там интересно и будет такой интерес с вашей стороны, конечно, о них расскажу, как они делаются. Как выглядит это в практической плоскости, то есть, есть вот такой вот roadmap, он базируется на трех воркшопах, которые состоят примерно там 70 на 30. 30 это теоретическая часть, где рассказывается, каким образом это все действие устроено. 70 это практическая часть, в которой отрабатываются эти инструменты. дальше в компании выбирается называемая альфа-команда, это представители компаний, которым идет передача знаний и которые потом это внедряют со своими сотрудниками. То есть, задача фреймворка это не сделать компанию зависимым от консультанта, а сделать, передать знания ключевой группе людей, если необходимо, сопровождать этих людей, подсказывать им, каким образом двигаться, ну и дальше запустить этот процесс внутренних изменений. Сколько он занимает по времени? Занимает где-то порядка трех месяцев, если это этап, когда сформировано дерево целей, сформированы операционные планы и люди начали бежать по этим операционным планам. Как это выглядит дальше? В компании появляются операционные планы, появляется календарь пересмотра этих операционных планов, появляется календарь пересмотра дерева целей, появляется календарь встреч как индивидуальных, так и возле комбана общих, то есть задача фреймворка перевести компанию в определенный управленческий ритм, который постоянно повторяется, который становится привычным и в результате которого компания переходит из хаотичного движения в достаточно управляемое управляемое русло. И таким образом происходят первые шаги по преодолению лидерской беспомощности у менеджеров. То есть менеджеры ставят достаточно четкие цели, в которые вовлечены все сотрудники, и они показывают, каким образом каждый из сотрудников может поучаствовать в достижении этих целей и внести свой вклад. Одним из основных эффектов всего этого действия происходит реальное вовлечение людей не на уровне веревочных тренингов, а на уровне того, что они понимают, какая их роль в достижении компании, что им нужно делать, и диалог его и его руководителя становится достаточно конструктивным, понятным и приносящим результат.